Синие, практичные, американские – это первые ассоциации, которые вызывают слово «джинсы». Их появление не было сенсацией, но они закрепились в гардеробе и в жизни человека так же прочно, как прочная ткань, из которой были сделаны. Саржа и Деним оказались предметом научных исследований. Следы этой материи разглядели в живописи 17 века на полотнах неизвестного художника, которого так и окрестили «мастер голубых джинсов». Социокультурным явлением стали такие понятия, как «джинсовая пятница» и «джинса». Америка ни при чем. Италия и Франция – вот настоящие прародители джинсы. Согласно одной из версий, грубую ткань с диагональным переплетением нитей стали изготавливать в Генуе еще в 16 веке. Французы, которые закупали эту материю, стали именовать ее на свой манер – «джен». Получив распространение по всей Европе, слово трансформировалось, а ткань приобрела наконец название – «джин». Другая версия гласит, что в Генуе материал окрашивали в синий цвет, для чего использовали дешевый краситель индига, а покупали грубую саджу во французском городке Ним. Отсюда и название – «Де Ним», что буквально означает «из Нима». В любом случае, ткань несколько столетий использовали как парусину, пока в 19 веке торговец еврейского происхождения Лейба Штраус не придумал ей новое назначение. В 1853 году изменивший на американский манер имя «Левай Страус» заказал из рулона конопляной парусины брюки. Кокетка сзади позволяла обходиться без ремня, двойная строчка обеспечивала прочность ткани, а накладные карманы указывали на предназначение вещи для рабочих нужд. Чуть позже Джейкоб Дэвис предложил добавить металлические заклепки. Так появились первые джинсы. Распространение джинсовых брюк было столь стремительным, что в Европе они появились почти одновременно с Америкой. Сейчас в гардеробе каждого человека как минимум по две пары джинсов. У американцев – по семь. Такова статистика. Переизбыток дизайнеры восприняли как руководство к действию. Пора, если не придумывать новые вещи, то смелее экспериментировать с ними. Анастасия Бурдыгина – студентка четвертого курса Омского технического университета. Кафедра дизайн костюма. Лауреат всероссийских и международных конкурсов «Формула моды. Сибирская этника. Сделано». Ей не две пары джинсов подавай, не семь и даже десятка мало. На создание зимней коллекции понадобилось полсотни джинсов. Вдохновленная культурой панков, которые травмировали ткань, и женственными образами из денима от современных дизайнеров, Анастасия взялась за воплощение собственной идеи. Она нещадно резала вещи, которые приносили друзья и знакомые. Джинсу очень интересно работать, очень здорово. Она дает интересные формы, можно их закладывать в буфы, можно ее вышивать. То есть она дает очень большой простор для творчества. Оказывается, плотная фактура такого тяжелого материала, как джинса, способна создать эффект легкой тающей измороси. Коллекция синиеней ломала привычные представления о ткани, да и самих вещах. Когда-то революционным было появление первой большеразмерной блузы с нагрудным карманом и хлястиком позади. Потом сенсацией стало появление джинсовой куртки. Сейчас дизайнеры способны сотворить шубу. Правда, пока только для подиума. Джинсовые вещи. Хотелось бы, ну, как-то облегчить. Также моя шуба, она весит немало. А было бы здорово, если бы ее можно было носить в повседневной жизни, а не как сценический костюм. Перерабатывать старые джинсы, чтобы создавать новые вещи. Эта тема хоть и актуальна, но она не отменяет новые технологии. Производство денима постоянно совершенствуется. Сейчас существует как минимум шесть видов джинсовой ткани. Плотный саржевый материал идет на пошив курток, пальто, брюк. Облегченный деним используется при создании летней коллекции платьев юбок. А добавление лайкры в хлопковую ткань позволяет шить даже купальники из джинсы. В современном мире существует более десяти актуальных фасонов джинс, различных цветов и фактур. Стилист Дарья Винникова. Шесть лет занималась пошивом одежды, пока не поняла, что хочет чего-то большего. Последние два года работает персональным стилистом. Дарья продолжает образование в высшей школе народных искусств. Учится на художника-оформителя текстильных изделий. В первом образе представлены джинсы фасона «Мамс» и винтажная куртка. Он смотрится интересно за счет актуального фасона и кроя. Также использование поясной сумки, которая сейчас на пике популярности. Еще один отличный вариант на каждый день. Образ смотрится интересно за счет акцентного свитера, в котором присутствует серебристая нить. Эффект усиливается за счет серебристой обуви, которая популярна уже не первый сезон. Также образ дополнен серыми базовыми джинсами с необработанным краем. Следующая модель джинс – кюлоты. Такой образ смотрится более собрано, но все равно достаточно свободно. Акцентом в образе являются кроссовки и поясная сумка с использованием змеиного принта. Это один из самых популярных принтов в этом сезоне. Женщины отстали от мужчин почти на полвека. Несмотря на то, что верхнюю одежду и длинные юбки и саржи простолюдинки носили еще 300 лет назад, брюки и джинсы для девушек появились только в начале 20 века. Они имели одно отличие – застегивались не спереди, а слева сбоку. Впрочем, эмансипация быстро стерла эти различия. Женские джинсы стали символом равенства и свободы для американок. И если бы не Вторая мировая война, джинсовые вещи вошли в моду раньше. На подиум джинсы вывел дизайнер Луи Ферро. В 60-х он представил новую коллекцию джинсов, декорированных стразами. После чего свои линии денима начали выпускать Кельвин Кляйн, Гес, Версачи, превращая недорогую повседневную одежду в настоящее произведение искусства. Джинсовый стиль благодаря своей демократичности и практичности быстро стал популярен среди молодежи. Свой след над ними оставили представители всех субкультур – хиппи, панки, рокеры. Модельерам оставалось только следовать веянию времени. В 50-е самыми модными были прямые джинсы с подворотами, причем некоторые подворачивали их почти до колен. В 60-е появляются зауженные джинсы разных цветов. В 70-е – клеши с нашивками и аппликацией. В 80-е – варенки и дранки. Сделав оборот, мода словно вернулась на несколько десятилетий назад. Вот только искусственные потертости и дыры, задающие нарочитую небрежность, теперь стали уравновешивать красочными узорами. Художник и дизайнер Наталья Ридная закончила худграф Омского педагогического университета. Занимается росписью джинсовых изделий. По словам Натальи, она не просто переносит на ткань понравившееся изображение, она рисует на одежде человеческие мечты. Кисти, краски, палитра – вот только вместо холста – джинса или деним. Материал такой же восприимчивый к нанесению рисунка, как и холстина. Главное – правильно разложить и хорошо зафиксировать его, ведь художник работает не с тканью, а с готовой вещью. То, чем занимается Наталья, называется кастомизацией, то есть внесением дизайнерских изменений в изделия по индивидуальному заказу. Мне нравится сама фактура джинсы. Ты все равно видишь фактуру ткани сквозь краску, но при этом видишь также цветы, мазки, и это реально красиво. Форма изделия, его цвет сами подсказывают художнику, какой рисунок нанести. К примеру, на укороченную ярко-желтую куртку так и просились ирисы Ван Гога. Черная байкерская косуха требовала изображения вымышленного героя, у которого вместо сердца – мотор от Харли Дэвидса. Синие и голубые классические куртки оказались идеальны для царевны-лебеди Михаила Брубеля. Реплика Натальи на полотно живописца была настолько удачной, что изделия отправились в Англию и Германию. За рубежом кастомизация очень популярна, поскольку ценится индивидуальность. Когда ко мне приходит новый человек, и он мне говорит идею, то, что он хочет видеть на вещи, я искренне, всегда искренне удивляюсь, поражаюсь, что у людей в голове. И для меня, как для художника, это очень ценно и радостно, что меня пускают в этот мир. От индивидуальности к универсальности и наоборот. Это феномен джинсового стиля. В разное время он был то чересчур повседневным, рабочим, то излишне роскошным и исключительно подиумным. Сегодня ни одна ткань не может конкурировать с джинсой по количеству ассортимента. Так как джинса очень универсальна, с ней можно создать не только спортивные и кэжульные образы, но и более романтичные и женственные луки. Следующий образ очень нежный и романтичный, но в то же время смотрится интересно за счет, во-первых, использования многослойности, во-вторых, сочетания различного цвета джинсы, голубой и розовой. И в-третьих, в этом образе используется одно из самых удачных цветовых решений в этом сезоне – желтый плюс розовый. Следующий образ более акцентный и его можно отнести к разряду вечерних. Он смотрится интересно за счет смешения фактур, таких как легкое с легким блеском платье, протертый повседневный деним. Такой образ можно дополнить аксессуарами, такими как серьги или необычной формы сумка. В нем вы можете пойти не только на работу, но и в кафе или ресторан. Следующий лук в стиле тотал деним. В нем сочетаются сразу три разных фактуры джинсы. Это тонкая рубашечная, классическая варенка и грубая саржа. Несмотря на то, что в образе использованы кроссовки, он все равно смотрится очень женственным и романтичным, так как образ составлен в светлых тонах и акцентом является брошь в виде цветка. В Советском Союзе джинсовые вещи появились в 1957 году, когда в Москве проходил Международный фестиваль молодежи и студентов. Длинные джинсы подкатывали, короткие вытягивали с помощью воды, излишне темные вытирали об асфальт. Однако модные брюки из денима считались капиталистической угрозой, подрывавшей дух благонадежного советского гражданина. В 1961 году к расстрелу были приговорены валютные спекулянты Ян Рокотов и Владислав Файбишенко. Одним из пунктов их обвинения была торговля джинсами. По легенде, Рокотов в последнем слове сказал, джинсы бывают только левайс, все остальное просто штаны. Сегодня ведущие мировые бренды каждый год выпускают коллекции джинсовых изделий. Кто-то придумывает новый крой, чтобы сделать фигуру стройней и визуально удлинить ноги. Кто-то уделяет внимание фурнитуре, чтобы с помощью металлических заклепок придать джинсе грубый рабочий вид. Кто-то, напротив, добавляет в изделие вышивку и кружева, чтобы ничего не напоминало о происхождении вещи. В любом случае, джинсовый стиль стал классикой. На протяжении ста лет он постоянно меняется, но при этом не теряет своей актуальности. Продолжение следует...